Единая Россия определилась, кто пойдет на выборы 18 сентября. Тайным голосованием в Мариинском театре партия выдвинула 57 кандидатов региональной группы и 18 по одномандатным избирательным округам. Начально такая точка поставлена. Мы выдвинулись, сейчас мы будем планировать все готовить документы для того, чтобы идти регистрироваться в Краизбирком. Я думаю, это будет, наверное, где-то на этой неделе, на следующей неделе, которая будет. Поэтому зарегистрируемся и начнем уже настоящую избирательную кампанию. Итоговый список кандидатов был утвержден за неделю до конференции на заседании регионального полицовета, после чего отправился на рассмотрение Генерального совета партии в Москву. Тогда же партийцы и определили тройку лидеров партийного списка. Ими стали секретарь регионального отделения Людмила Толобаева и художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звенятский, а возглавил список губернатор Владимир Миклушевский. Борьба была жесткая, и нам нельзя недооценивать наших политических оппонентов. Но я уверен, мы не готовы, у нас есть все, чтобы победить. Среди кандидатов много новичков в политике. Впервые выбраны, например, приморский гребец Иван Штыль, актер Владимир Сергеяков. Также в список попал человек из народа Евгений Костюков. По мнению единороссов, именно предварительное голосование помогло найти новые лица. Не обязательно это были члены партии, но те, которые поддерживают курс партии Единой России, поддерживают курс президента. Поэтому сегодня мы, депутаты Государственной Думы, будем поддерживать и голосовать за список тех кандидатов, которых партия рекомендует в законодательное собрание Приморского края. Мы с ними знакомимся, мы их представляем. И я уверен, что вы увидите среди них очень много новых лиц. На 30-й юбилейной конференции единороссы утвердили программу, которая полностью составлена на наказах избирателей. И еще раз подчеркнули, что стратегия должна быть таковой, чтобы решать реальные проблемы. Именно это и ждут избиратели от партии.